всем привет друзья сегодня мы укрываем катальпы на улице 1 декабря температура сейчас ноль градусов катальпы очень боятся мороза если мороз свыше 20 градусов мы всегда перестраховываемся лучше катальпы укрыть агроволокном чем боятся что они замерзнут потому что зимы бывают и до минус 30 градусов хватит даже сутки чтобы было минус 30 ветерок и катальпа может погибнуть на данном участке катальпы привезены с италии мы сейчас будем укрывать все агроволокном вы увидите все на видео в основном будем укрывать прививку прививка находится здесь здесь мы хорошенько укроем агроволокном замотаем шпагатом веревочкой чтобы агроволокно защищала катальпу от морозов и холодного ветра с поля на данном участке рядом поле здесь температура больше чем в городе в городе допустим там минус 15 здесь может быть 18 и 19 градусов и холодный очень ветер так что друзья смотрим и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не каждый человек знает, что такое катальпа. Катальпа относится к роду бигнониевые. Род насчитывает 11 видов. Ареал произрастания это Китай, Япония, Северная Америка и даже Индия. Достигает высоты это дерево до 30 метров. Средние экземпляры это 16-20 метров. Очень светлолюбивое растение. Нужно высаживать катальпы только на солнышке, чтобы постоянно попадал свет на ее листья, на крону. Также катальпа произрастает на плодородных слабокислых почвах. Любит обильный полив. По вредителям катальпа поражается в основном мучнистой росой. Обрабатывать мы рекомендуем препаратом таким известным и не очень дорогим. Это фундазол. Обрабатывать за сезон надо 2-3 раза. Мучнистая роса мы в предыдущих передачах рассказывали, что это такое. Смотрите, вот ссылка на видео про мучнистую росу. По поводу цветения. Катальпа начинает цвести в начале июня и может цвести, период цветения достигать до месяца. Цветки у катальпы кремовые или белые. Бывают даже чуть-чуть темными пятнами. Уход за катальпой. Своевременно нужно катальпу удобрять минеральными удобрениями. Обрезать сухие ветки. Укрывать на зиму, чтобы катальпа не замерзла. В основном это молодые катальпы нужно укрывать. И отдельные виды. И естественно уход за катальпой это своевременный полив. Продолжительность жизни этого прекрасного дерева до 100 лет. Размножается катальпа черенками, отводками и семенами. В общем все друзья. Кратко мы рассказали о этом прекрасном растении. Можете посмотреть в интернете фотографии, как она выглядит. Каждый вид. Подписываемся на канал. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока. Ставим лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok